Так, ну что, давайте начнем. У нас сегодня с вами семинар о проведении процессоров обработки персональных данных в соответствии с требованиями законодательства. Это тема из курса, это одна из тем курса по строению защиты персональных данных, который стартует у нас на следующей неделе. Курс подразумевает 16 академических часов, идет в два дня, в выходные. Поэтому здесь мы сегодня рассмотрим только одну из тем, ну вот в таком сокращенном виде, но тем не менее я постарался, чтобы она была вам полезна, и вы всегда могли ее использовать в своей работе, при подготовке. Действительно, вопросы будут возникать, вы, конечно, можете задавать их после данного семинара. Давайте познакомимся. Меня зовут Суслов Александр. Коротко о себе. Опыт работы в области информационной безопасности и информационной технологии более 16 лет. Начинал я как больше IT-специалист, но уже там более 9 лет я в информационной безопасности. Более 10 лет это банковский опыт, образование вы видите на экране, соответственно, это было изначально техническое, потом больше в менеджмент, и проекты, по которым я работал, тоже вы видите на экране. То есть это и приведение в соответствие с законодательством 152, а национальной платежной системе, приведение в соответствие с PCI DSS и так далее. Ну, в основном это банковский опыт. И сейчас я там работаю в области информационной безопасности в крупной инвестиционной компании. Ну, тоже, собственно, регулятор сейчас обратил внимание и на инвестиционной компании, и как бы, в принципе, сейчас начинается похожая тема, что приводит в соответствие банки и инвестиционных компаний, брокерские, и пистарные и так далее. Идем дальше. Теперь о центре. Центр уже больше 20-27 лет на рынке. Здесь более тысячи курсов, 250 преподавателей, 35 тысяч корпоративных клиентов, ну и, конечно, там более 1 миллиона выпускников. И это, на самом деле, большой плюс данного центра, что вот это общение, которое получают слушатели на курсе в аудитории, оно позволяет им получить хорошие связи, помощь, которая позволяет им создавать более серьезные проекты. Потому что, в принципе, вот как было замечено уже, не раз после курсов люди продолжают общаться и делятся своими наработками и далее. Программа курса, которая, ну, общего курса по защите персональных данных, да, то есть мы изначально рассматривали нормативную правовую базу, ну, скажем так, все нововведения, которые были в последние годы, там, ну, и вообще исторически, как сложилось там, чтобы, ну, от конвенции, европейской конвенции, да, там, до принятия 152-го закона и там поправок, которые там последние месяцы уже проходили. Соответственно, следующая тема – это приведение процесса обработки персональных данных, которые сегодня мы рассмотрим. Дальше мы рассматриваем порядок работ по созданию защиты, там мы рассматриваем создание модели угроз, также практическая работа по созданию модели угроз, узнаем про уровень защищенности, как их правильно определить и какие требования необходимы для, ну, для того, чтобы все, ну, соответствовать требования законодательства. Рассматриваем технические средства защиты информации, да, что удобнее, что и где можно сэкономить, на каких моментах, такие, скажем так, лайфхаки в данном, в данной теме. И рассматриваем ответственность за нарушение законодательства, да, то есть какая она бывает, ну, в конце сегодняшней презентации я также слайд приложил, для того, чтобы для понимания его можно будет, ну, там основные статьи есть, и рассматриваем проверки регуляторов, какие они бывают наши права, обязанности и так далее. В рамках проверки регуляторов рассматриваем конкретные запросы Роскомнадзора, которые были в компаниях, и проходим по каждому пункту, что требуется предоставить, как закрыться, там, ну, то есть таким образом у вас появляется понимание, что, что будет, когда придет, когда придет проверка Роскомнадзора, и что, собственно, надо сделать для того, чтобы не подготовиться. Ну, покажем так, в конце вы получаете, как такой краткий план по действиям. Ну, собственно, с чем курс поможет, да, то есть познакомить законодательство, но о том, что я уже сказал. Кто обычно приходит на курс? Ну, это очень часто сотрудники IT-подразделения, сотрудники подразделения B, HR, и вот несколько, ну, скажем так, уже несколько раз, да, на курсах были разработчики информационных систем, которые, собственно, разрабатывают средства защиты, то есть они хотят понимать конкретно потребителей, что требуется потребителю, потому что все так и разрабатывают, там, в соответствии с ГОСТами и так далее, да, но не понимают, но не до конца знают саму проблематику самого законодательства, и вот несколько раз уже были именно представители разработчиков данных систем. Что касается актуальности курса, на текущий момент мы все чаще и чаще слышим о том, что у нас прошли какие-то утечки инстинциальной информации, то Сбербанк, то Альфа-банк, недавно были новости, там, на РБК, на Синьюз. Поэтому, таким образом, мы все чаще и чаще слышим об этом, и роль повышается, то есть сейчас повышается, также рассматривается законопроект о повышении штрафов за нарушение законодательства в области защиты персональных данных. Поэтому, как видим, что достаточно актуальна эта тема. Перейдем к законодательству. Что касается законодательства, то есть какие порталы я рекомендую использовать. Это портал встек, встека до федеральной службы по техническому экспортному контролю. Там очень есть интересный ресурс, это банк данных угроз безопасности информации, где вы можете познакомиться с угрозами, которые вам потребуются при построении модели угроз. Ну и там же находятся документы, которые можно скачать в общем доступе, чтобы не искать их. Федеральная служба безопасности. Это все, что касается скриптографической защиты. Там вы это сможете найти. Роскомнадзор, и там есть специальный портал по защите персональных данных. На нем, соответственно, размещены реестр операторов. На нем можно подать заявление о включении в реестр, изменения. Все можно подать в электронном виде. Естественно, это гарант-консультант. Это информационные правовые порталы, которые тоже позволяют вам быстро искать информацию. И, конечно, личный кабинет. После курса основного появляется недостаточно большое количество документов. Наверное, уже больше 50. Это все, что обычно запрашивают слушатели. Мы обмениваемся, делимся информацией. Какие-то шаблоны документов мы также получаем. Будь то приказы, инструкции, модели угроз и так далее. Что касается законодательства. Кратко мы его видим на слайде. То есть, скажем так, это основные моменты. И более подчеркнутое, это то, что нам потребуется, что мы сегодня рассмотрим. Европейская конвенция. Стандарт европейский GDPR. Его также мы касаемся немного на курсе. И мы сравниваем, насколько данный стандарт. То есть, применение, например, 152 ФСЗ, насколько оно, например, перекрывается в требовании GDPR. Мы эти требования сравниваем частично. Потому что у стандарта есть такой момент, что он имеет экстратериальное действие. Даже если мы работаем в России, но с гражданами Евросоюза, то мы попадаем под действие данного стандарта. И в прошлом году, когда он был принят, компания заботились. То есть, мы там все чаще видим, что появляется на сайтах предупреждение в соответствии с данными стандартами. Дальше, соответственно, из законодательства 149-й закон об информации информационных технологиях и защите информации 152-й закон. Указы президента, постановление правительства. Очень важное для нас это 1119-е постановление от 12-го года. Документы в стек. Важный для нас приказ 21-й. Также методика по определению актуальных угроз важна, и мы ее рассмотрим. И базовая модель угроз безопасности персональных данных. Идем дальше. Давайте более конкретно пройдемся по каждой. Конвенция Совета Европы, она была принята в 81-м году. В 99-м ее обновили. В Российской Федерации ее подписали в 2001-м, но артифицировали в 2005-м. Цель была такая, чтобы как-то уравнять все права и свободы, требования к защите персональных данных в Евросоюзе, чтобы страны, которые приняли данную конвенцию, они как бы обеспечивали равные требования по защите. В России она была принята с исключениями. Да, то есть исключения в следующих случаях. Это для личных и семейных нужд, это гостайны, защита гостайны. И ограничения прав субъекта на доступ в целях защиты безопасности государства и общественного порядка. В принципе, вот эти вот три вещи, они как бы идут через весь закон 152 ПЗ. То есть все, что касается семейных нужд, попадает в исключение, гостайна попадает в исключение, и охрана безопасности. GDPR, соответственно, как уже говорили, 25 мая 2018 года начал свое действие. И что важно, что имеет экстратериальное действие и очень высокий штраф для компаний. 152 ПЗ. Закон уже получается 13 лет. И, соответственно, требует от операторов персональных данных правилной обработки защиты персональных данных. У нас тресно основных проверяющих органов это Роскомнадзор, СТЭК и ФСБ. Соответственно, закон касается тех, кто обрабатывает данные физических лиц. Ну, не знаю, известно вам, не известно, то есть 28 января начиная 2007 года это Международный день защиты персональных данных. Обычно после курса это дата входит. Становится, ну, скажем так, люди обращают на нее внимание и как-то вспоминают об этом. А что еще важно? 242 закон, это тоже стоит его рассмотреть. Он в 149 вносит порядка ограничения доступа к информации. Да, то есть вот эта статья, она позволила, определила правила для Роскомнадзора по блокировке данных. И в 152 закон было внесено те пункты, которые касаются, что база данных, находящихся на территории Российской Федерации, они должны храниться, ну, база данных должны находиться на территории Российской Федерации. И, собственно, если, ну, скажем так, в случае нарушения у нас Роскомнадзор имеет там права, соответственно, с 49 законом о блокировке. Ну, и все помнят историю с LinkedIn, когда они отказались и до сих пор они у нас заблокированы. 149 закон у нас, соответственно, вносит по классификации информации. Она у нас делится на ограниченный доступ и общедоступную. Собственно, ограниченного доступа это разные виды тайн. Государственная, служебная, коммерческая и персональные данные. И общедоступная. Также делится на три подпункта, который подлежит распространению, свободно распространяемое и предоставляется по соглашению. Согласие. Персональные данные были еще внесены в 1907 году приказом, указом президента в перечень сведения комфициального характера. Следующее важное постановление 1119. Оно утверждает требования к защите персональных данных. И оно это прям рабочий документ, с которым нам плотно необходимо работать. В момент, когда вы выстраиваете процесс защиты у себя в компании. 627. Постановление правительства. Это все, что касается обработки, нефтоматизированной обработки данных. Но здесь очень важная вещь. Это при местах хранения установить перечень лиц. Раздельное хранение данных материальных носителей, которые используются на разных целях. И, соответственно, даже соблюдаться условия обеспечить сохранность. О них более подробно обычно мы рассмотрим на курсе. 21 приказ ТЭК утверждает составки содержания радиационных и технических мер. Ну и, опять же, методика определения актуальных угроз. Она потребуется для составления частной модели угроз. И базовая модель угроз безопасности персональных данных. Очень достаточно старый документ. Он у нас еще был разработан в 2008 году. Но до сих пор не переработана. И модель угроза оттуда базовая можно взять и ее там доработать в соответствии с вашими требованиями. Ну и, собственно, перейдем непосредственно к самим процессам. Первое – это что такое персональные данные. Давайте определим сразу, что такое персональные данные. То есть у нас есть обведение, вы его видите на экране. Ну а по факту это вся информация, которую используют для идентификации. И, например, один из вопросов – являются ли просто фамилии, имя, отчества персональными данными. Если брать исторически, обычно мы так считаем, что есть и ФИУ, то, соответственно, оно является персональным данным. На самом деле, разъяснение Роскомнадзора, оно говорит о том, что по своей природе это не персональные данные, это такой набор фамилии, имя и отчества, по которому нельзя определить принадлежность человека, ну, идентифицировать человека. Но если добавляются какие-то уже данные, идентификаторы, то это уже становится персональными данными. Второй вопрос. А если нет, ну, если у нас есть набор данных, но нет ФИО, будет ли это являться персональными данными? Вот, и, как бы, многие тоже говорили, что нет, наверное, это не будет являться персональными данными. Но, если вот мы посмотрим, ссылочка внизу, но это постановление, это решение суда, а там история такая, что компания занималась контекстной рекламой в интернете, и, собственно, там собирала куки в интернете, собирала IP-адреса, но и при этом не видела, ну, скажем так, ФИО, не собирала. Вот, но суд решил, что это персональные данные, поскольку используется для идентификации. То есть, если наша цель – это идентифицировать, мы по данным проводим идентификацию клиента, то это будет попадать под персональные данные. Оператор, собственно, ну, мы видим, что это может быть госорган, муниципальные, юридические, физические, там, лицо и так далее. Ну, формально все, если мы работаем с персональными данными, там, и, то есть, нам необходимо обрабатывать, вам необходимо исполнять требования закона. Обработка. Ну, тут тоже, собственно, тут все действия прописаны. То есть, если проще, то если мы храним, записываем, ведем в блокноте, перстукам на мобильные телефоны, ну, как и телефонную книгу, да, у себя, мы попадаем под определение обработки персональных данных. Соответственно, условия обработки вы видите на экране. То есть, собственно, вот здесь просто, да, то есть, если у нас есть согласие, мы имеем право обрабатывать, да, либо там, вот, для достижения, там, цели международными договорами и законами, там, участие в судах, исполнение выполномочий органов власти, исполнение договоров стороной, по которым является объект персональных данных. Но здесь идея такая, что, вот, например, исполнение договоров стороной, которым является объект персональных данных. То есть, казалось бы, пришел человек заказывать окна в компанию, да, то есть, заполнил договор. То есть, по идее, да, то есть, мы имеем право обрабатывать персональных данных. Но эта цель какая? Заключил, мы записали нам его, да, паспортные данные, да, в договор их положили. Если мы начинаем вести уже, там, базу данных, мы записали его на телефон к себе в СРМ-ку, например, да, то есть, мы уже должны встретить с него согласие на это. Это вот это важный момент. То есть, это пункт не исключает того, что если мы с человеком договор, значит, мы можем его данные обрабатывать дальше. Все, цель достигнута, данные удалили. Соответственно, осуществление прав и законных интересов оператора по возврату просроченной задолженности. Здесь стоит отметить, что это пункт, который был также внесен не так давно. Это касается, там, АСВ, то есть, ну, там, Центрального банка. То есть, в плане того, что это не касается, не значит, что коллектор имеет доступ, там, обрабатывать ваши персональные данные без вашего согласия. Ощление профессиональной деятельности журналиста, научно-литературной деятельности, статистических и следственных целях, обязательно при обезличении, ну, и сделанные общедоступными. По поводу тоже сделанными общедоступными. Какая типичная ошибка? Если мы взяли резюме кандидата с HitHunter, и мы говорим, что он сделал их общедоступными, на самом деле он может в какой-то момент закрыть эти данные, и они больше не будут общедоступными. И при проверке, когда у вас обнаружатся эти данные, вас попросят показать согласие. И мы дальше увидим, собственно, Роскомнадзор как раз при проверках и спрашивает именно согласие и правильную работу с кандидатами и соискателями. Ну, и подлежащие опубликованию и обязательному раскрытию. Это касается госслужащих. Ну, например, мы все знаем, что декларация наших чиновников, они подлежат раскрытию доходов родственников, их родственников также. Вот это все. Собственно, как определить, попадает ли ваше организация по действию за 152 ФЗ? То есть, достаточно просто у нас типичный случай, у нас на сайте установлены системы аналитики, у нас бизнес-процессы подразумевают вот их информацию, персональные данные. Вот мы имеем какую-то систему лояльности, мы храним наших клиентов в СРМ-ке, вот запрашиваем данные о клиенте на сайте или в офисе, ну, либо используем любые механизмы сбора данных. Что требует закон? Закон у нас требует принимать правовые, организационные и технические меры. И вот кратко, вот это так, да, то есть мы должны назначить ответственное лицо, разработать внутреннюю документацию, локализовать базы на территории РФ, локализовать техническую защиту, соответственно, подать уведомления в Роскомнадзор и подписать документы, включить пункты о безопасности документы. Вот. И обязательно обучить, обучить сотрудников требованиям законодательства. Ну, и ответственных лиц. Собственно, что делать? Это ключевой вопрос. Как с этим бороться? Такая вот картинка небольшая. То есть это разработать документы, это добавить пункты о безопасности договора. Ну, я, как обычно, рекомендую еще и заключить, заключать идеи с компаниями, которые с вами работают, то есть о неразглашении комиссиональной информации, разработать и разместить политику на сайте политика по обработке персональных данных. Это, кстати, очень важный момент, потому что Роскомнадзор следит за тем, что у вас политика размещена. И в моей практике было, когда к нам в компанию пришел запрос о том, что где собственность политика. А у нас был переезд сайта, и как обычно забыли, не все перенесли, не все. Вот мы политику добавили, объяснили ситуацию. Ну, штрафных санкций никаких не последовало, но как минимум, но обратили внимание. Не знаю, как это совпало, потому что в момент переезда сайта прошло 3 месяца. И как бы они так достаточно быстро. Ну, не знаю, скорее всего, совпало. Они так быстро обратили, потому что они обратили. Следующее это собрать согласие. Очень важно определить верные цели обработки персональных данных. Подать уведомления в Роскомнадзор. Ну, и реализовать техническую ориенационную защиту. Согласие на обработку, соответственно, ну, субъект, свободный своей воли, в своем интересе, дает, принимает решение о представлении его персональных данных. Оно может быть отозвано субъектом персональных данных, и это тоже часто бывает. И при проверке это тоже спрашивают, как бы просит реестр входящих писем, да, то есть где там, но смотрят, что если у вас было отозвано согласие, то есть удалили ли вы персональные данные или нет. Обязанность предоставить доказательства получения согласия возлагается на оператора. И здесь очень важно, если вы поручили обработку персональных данных третьему лицу, то все равно вы обязаны предоставить согласие, вы отвечаете как оператор, а уже третье лицо, кого мы поручили, оно отвечает перед вами за какие-то нарушения. Может быть, в письменной или электронной форме, и если субъект не деспособен, то его законы представители. В случае смерти это дают наследники. Соответственно, согласие задарства должно содержать фамилии и отчества. Ну, то есть здесь достаточно большой список, мы не будем на нем останавливаться, он достаточно хорошо описан. Но за неправильное согласие на обычных курсе, на курсе мы рассматриваем судебную практику и за неправильные там, когда он согласен, были случаи, когда неправильно оформлены согласия и были наложены штрафы на компанию. Кстати, тоже такой интересный момент был, был вопрос представителям Роскомнадзора. Вот если есть компания, то есть у нас, к примеру, тысяча человек, забыли взять согласие на передачу данных третьему лицу, ну, кому-то, например. Вот это, а взяли, забыли взять совсем с тысячи, ну, у всех. Это одно нарушение или тысяча? И, как бы, ответ такой, что, ну, как бы, сейчас это трактуется как одно, но может быть и тысяча. То есть, Роскомнадзор вправе сам выбрать, как это трактовать. Это было в одном из ответов. Ну, обычно здесь нет, но мы представляем этот ответ, нам интересно почитать. Так, какие дополнительные формы согласия попросят на проверке? Ну, это прямо из реального запроса, то есть, это форма согласия соискательного замещения вакантной должности, копия заполненной формы, содержащей персональные данные, форма согласия посетителей офиса, то есть, вот здесь вопрос, да, то есть, приходят людям в офис, оставляют свои персональные данные, паспортные данные, водительские права, вот, и, как бы, и что делать, да, то есть, не с каждого сложно собрать. И здесь тоже один из вариантов, мы рассматриваем их в случае, для, там, для однократного прохождения посетителя, согласия, убрать согласие, не требуется. Вот, но там дальше уже есть нюансы, как бы, как это делать. Соответственно, форма согласия работнику, оператор на обработку персональных данных, ну, когда приустройстве на работу, да, то есть, это требуется, и форма согласия родственников, работник на обработку персональных данных. Сейчас будет один вопрос, как раз к этой части. Вопрос, нужно ли получать согласие, если медицинская организация разместила на информационном сайте сведения о медработниках, там, уровни их образования и квалификации. Ну, то есть, персональные данные своих медицинских работников на сайте. И ответ нет, потому что это подрассмотрим законодательством. По поводу согласия родственников. То есть, у нас при заполнении анкет на работе, мы еще даем там информацию о своих родственниках. И вопрос, требуется ли брать согласие или не требуется. И здесь, по трудовому законодательству для формы Т2, нам не требуется брать согласие. Вот, но здесь очень важный момент, да, то есть, очень часто служба безопасности проводит дополнительную проверку родственников, запрашивая, не посмотрели нам кредитной истории, и так далее, и так далее. И важно, чтобы в таких случаях согласие было. Потому что, если там все, что за рамках Т2, то мы должны брать согласие с родственниками. Вопрос, нужно ли передавать согласие если мы передаем в Фунт социальном страховании? Нет, потому что это предусмотрено, в Трудовом кодексе. А, вот интересный момент, ну, в практике, там, доска подсчета, любимая тема, да, то есть, сейчас, как-то меньше, но был момент, когда там компании возвращались к системе, там, мотивации, да, с досками подсчета, да, и вопрос, а нужно ли брать согласие? тема со школьниками, лучшие ученики школы, это тоже прям, вот, ну, и, конечно, да, надо брать согласие, что мы размещаем людей на своей доске подсчета и так далее. Кстати, не рассказывали слушатели, были представители одной из школ, они вывесили учеников на портале, ну, на своем, на своем школьном сайте лучших, там же, ну, взяли с них согласие и, несмотря на это, им просто позвонили, сказали, что, убери, будешь уберите? Такой момент был, что со школы это лучше быть. А, но здесь законопредставители там дают согласие, если не дисплатно, как бы неиспособны, то, что должна содержать политика рекомендации, поставление документа, то есть, ну, короче, по политике у Роскомнадзора есть рекомендации по составлению документа и там, как достаточно хорошо прописаны те пункты, которые там должны быть. Собственно, что я обычно советую, то есть, потому что бывает собрать какой-то, прям вот взять и сдаваять этот документ достаточно сложно, разбираться и так далее. Вот, посмотрите, уже конкурентов в этой отрасли, что у кого подготовлено, то есть, и возьмите за основу что-то лучшее. У банков обычно хорошее согласие, потому что у них большое перечень персональных данных, и у них хороший штат, который позволяет подготовить хорошие документы, удалить лишнее и при этом сделать свое. Что касается плана, вот он такой, я прям открою документ, диск не читается. Ну ладно, тогда пройдем так. Соответственно, по плану, все начинается, конечно, с аудита, да, мы должны понять, что происходит. Для этого мы формируем комиссию, то есть, мы должны создать, создать комиссию приказом, соответственно, как бы определить состав комиссии, сделать положение комиссии, шаблоны документов, как бы там, приблизительный шаблон, они есть. Соответственно, определяем ответственных за хранение, принять перечень лиц, перечень, соответственно, мест хранения наших персональных данных, категории персональных данных и все это дело описываем, документируем в соответствующем соответствующем виде. Определить, очень важно, кстати, на этом этапе посмотреть, а не нужно ли нам что-то удалить, потому что там, если мы, у нас есть категории персональных данных, и если мы, например, в зависимости от того, какие персональные данные мы обрабатываем, у нас определяется уровень защищенности, и там, чем, соответственно, зависит от уровня защищенности, там требования определенные. И чтобы как бы сэкономить на средствах защиты, да, то есть чтобы уменьшить эти вещи, надо смотреть, может нам что-то удалить, может нам не надо знать национальность наших клиентов и так далее. И вот эти вещи, биометрические данные мы там не собираем или они нам не нужны, и тогда мы, соответственно, можем у себя упростить работу. Вот эти вещи лучше сразу отследить. Ну, потом мы готовим, соответственно, требования по защите, это мы определяем актуальные угрозы. Здесь очень важно правильно выбрать уровень, ну, актуальных угроз. в большинстве случаев для компании мы выбираем там угрозы третьего типа, и потому что мы, ну, для большинства компаний именно они подходят. Подаем уведомления, как бы разрабатываем организационную документацию техническую и, соответственно, внедряем средства защиты информации. Все сопровождаются там приемоздаточными испытаниями. Собственно, очень важно, я вот прям рекомендую обычно, какие проблемы возникают при компании, когда начинается приведение соответствия. То есть компания назначают человека, то есть там собираются, как обычно, IT, EB, юриста, HR, почему-то бухгалтерия, бухгалтерия, редко завод, и начинают делить, кто же у нас является ответственным. Вот. И в данный момент, когда там, если они не договорились, обычно генеральный директор, почему-то такое тоже бывало, когда назначили просто их подходят к генеральным директору, подписывают введомление в русскомнадзоре, он там является ответственным за все. Вот. Но важно, что если вы назначили ответственного, здесь надо правильно построить проект, потому что на этого человека получается он как бы за все ответственность, он становится за все ответственность, никто даже не помогает. А работы много. И эти подразделения, юридического отдела и кадров и так далее. Поэтому такие рекомендации я прям вам советую, чтобы сразу определить все цели, чтобы от вас ждали такие-то действия, что у вас был всегда бюджет, потому что там тоже вещь дорогостоящая, внедрение средств защиты. И иногда требуется там и защищать средства виртуализации, это тоже очень дорогостоящая и непростая работа. внедрять сертифицированные средства защиты, то есть когда у вас там была куча не сертифицированных средств, их нужно поменять на сертифицированные в определенных случаях. И вот эти вещи надо сразу определить, чтобы у вас была поддержка. Да, и собственно, критические факторы успеха, которые вам, скажем так, помогут пройти. Перейдем дальше по уведомлению об обработке персональных данных. То есть вы должны обязательно подать уведомление перед началом. Что касается уведомления. Оно требуется не всегда. Но в каких случаях оно не требуется. Когда у нас данные обрабатывают соответствую с трудовым законодательством. Ну, например, у нас есть, мы небольшая компания, и мы как бы у нас только наши клиенты, и мы дальше других мы, скажем так, не видим ни СРМ-ку, и так далее. Ну, тут прописано, да, то есть вы увидите сейчас большой список, да. Но есть вот такой запрос. Запрос Роскомнадзора об обязанности уведомления. В принципе, все, что я вот сегодня рассказывал, это прям вот прям прописано у них. То есть это уведомление, которое рассылает, ну, прям даже недавно было в одной из компаний. Собственно, вот такое уведомление приходит в компанию, да, и в котором, в принципе, описаны основные моменты, да, то есть, что у нас есть 152 закон, да, и что у нас Роскомнадзор является уполномоченного органа по защите прав субъекта персональных данных. Соответственно, территорию Москвы уполномоченного является управлением Роскомнадзора по центральному округу. И поехали. Использование личных данных работников, фамилии, имя, отчества, адрес, паспортные данные, сбор анкет, резюме кандидатов, направление третьим лиц в списках сотрудников при оформлении медицинских полюсов, перешение денежных средств на зарплатные счета, предоставление военных комиссариев, список военнообязанных сотрудников, сбора и использования персональных данных клиентов и так далее является обработкой персональных данных. Да, то есть они рассказали, что такое обработка. Дальше. Кроме того, деятельность по предоставлению финансовых услуг предполагает наличие договорных отношений с потребителями услуг, в рамках которых собираются персональные данные иных лиц, доверенные лиц, сведения о поручителях и прочее. При этом напрямую с иными лицами договор не заключается. Например, при подаче онлайн-заявки на кредит в адрес финансовой организации передаются данные третьих лиц, при этом напрямую с ними договор не заключается. Также предполагается передача персональных данных потребителей услуг третьим лицам. данная деятельность не попадает под исключение а вот эти исключения мы вот они вот они то есть мы говорим что у нас просьба компании небольшая она как бы там не ведет русском надзор говорит не выведете скорее всего вы ведете то есть позиция такая что вам надо подавать до уведомлений в русском надзор да и дальше соответственно не говорят с таким образом ваша компания является оператором соответственно вы должны подать полномочный орган намерения осуществить обработки персональных данных но и дальше соответственно каким образом мы и куда вот это вот адрес да мы должны и ответственность что будет если если нет момент такой часто задает вопрос а вот мы там работаем уже давно ему давление не подали и вот мы сейчас боимся подавать потому что ночи светится муж не подали вот но опять же по моей практике скажу что нормально все происходит подаем добавляют и никто не ну как бы запросов там и штрафных санкций не было и после этого там никто не приходил там с проверкой так далее но плановые проверки да на сайте русском надзора план там план проверки есть план проверка он там небольшое в основном там обычно там оператора связи там у нас страховых очень много пф и вот здесь это более крупные компании мелкие компании как-то как-то мало вот но в целом и там могут же . случае там каких-то жалоб этом и так далее могут же там и вот поэтому на курсе мы до 5 там про проверки смотрим то есть рассматриваем да и сам сам документ в котором там ну к сам план проверки который был там реальный прошлом году мы его рассматриваем не знаю в этом году я наверное не найду мне кажется не менять то что семнадцатом году году был один план и я 18 смотрел у компании был такой же план проверки у них поэтому там с точки зрения уведомления надо подавать да то есть если вы в большинстве случае но для этой компании например мы написали что нет и не будем подавать а может там реально компания не вела деятельность вот и по факту мы не подавали мы отписываем отписали так что касается уведомлений его заполнять надо на можно заполнить на электронную версию да то есть заходите на портал роскомнадзора портал персональных данных достаточно просто и понятно с подсказками заполняется отсылаете главный ключ не забудьте списать чтобы в случае изменения вам могли повернуться к этому к этому документу не заполняется по новой после этого подписывать отправляете где-то там недельки две и вы уже попадаете в реестр также можно запросить выписку вот выпуск идет чуть дольше то есть там где-то есть ну содержание уведомлений соответственно все есть на заполнили электронной версии да соответственно вы это все там увидите это все ясные по и ясные понятно что очень важно не забывайте если у вас какие-то изменения произошли вот не забывайте подать потому что если вы забыли это сделать у меня со соответственно пример да там у вас не так многое время или поменялся юра адрес вот так много времени на подачу изменений там порядка 10 дней вот на изменения а это будут смотреть на то есть и проверки это смотрят и смотри то есть когда были изменения и как там реестр писем до куда вы когда вы отправили ну собственно регистрация до 10 дней случае изменения регистрация операторов если вы подали вас добавили до 30 дней на уточнение данных дается также вот ключ стать это в электронном виде да то есть номер уведомления ключ вы его если вы не распечатали данное заявление до этого обязательно спешите что вам потом вторник заполнять что еще важно это само электронный вид да вы просто подписываете ставить печать отправлять по адресу которая есть там все достаточно удобно сделали также на сайте есть электронная форма до отправлять я сейчас не помню там в этом мы сейчас мы дойдем там административная ответственность будет штраф небольшой но он тем не менее он есть так соответственно необходимые уведомления прекращения обработки то есть ну в какой случае не подается в случае ликвидации прекращения деятельности аннулирование лицензии и собственно решение решение суда она тоже тогда подавать очень выписки с нами поговорили выписка из реестр операторов приблизительно вот таким образом да то есть просто вот вам говорят да там мой номер приказа и так далее ну честно говоря редко когда она когда она требуется я прям такого вот и не помню то есть чтобы мне прямо запрошили кому-то но иногда бывает что компания когда там представить какие-то услуги да их хотя бы там спрашивают ну что буду ставить что действительно компания как хотя бы задумалась обеспечении безопасности что вы хотя в реестре операторов есть красиво презентовать бумажку можно по факту можно себя сказать что у нас на портале посмотреть это мы там и есть соответственно по по штрафу да по ответственности да то есть у нас есть мы рассматриваем но это ответственность не только там за в области персональных данных даты здесь больше там административно это принципе там есть уголовная ответственность это больше за разглашение там за другие виды вещи но тем 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 не менее как чему может привести небрежные отношения персональных данных ну например там мы рассматриваем случае когда там взламывается система когда персональные данные утекают распространяем дай там или вас и а потом административно да но если там зла вот но если например взлом лица которые взламывали там уже уголовно то есть административная была наложена сбербанк как на юг лицо вот за то что у них там требуя нарушения это административно на лиц которые собственно получили неправомерный доступ информации другой вид ответственности но опять же там тема требует касающую опять же трудового кодекса мы также рассматриваем за что можно получить увольнение документами к по окончании является свидетельство удостоверение сертификаты ну и давайте время конечно закончилось но давайте вернемся если у вас есть вопросы я готов на них ответить а если что их можно отправить на на мой email вот я там течение трех четырех дней смогу на них ответить в зависимости от загруженности и если что если более интересно то приходите на на косу начнется следующем году выбирайте наш любимый центр специалист